И еще одна резонансная тема большого разговора – наши ныне непростые отношения со стратегическим союзником России. От газа до границы и ухищрения господина Данкварта. Полное ощущение дежавю, скандальности и надуманности противоречия. Обьют они в итоге не столько по экономике, сколько по интеграции, единству народов и доверию. Суть та же по углеводородам нам объясняет, что это бизнес. А в бизнесе, мол, свои правила игры. Без сантиментов. Мы согласны, вот только правила где. Садимся играть в шахматы, а с нами играют то в домино, то в кости. И даже не по договору, а по понятиям. Так с газом договорились на равнодоходность. Заметьте, неравенство. Об этом союзник забыл в середину нулевых. Выработали формулу, скрепили договором, заложили его в основу Евразийского союза. Но стоило углеводородам упасть в цене мировой, как о равнодоходности партнеры забыли. По договору мы должны платить 82-83 доллара. Нам выставляют 133. Идем на компромисс и платим 107. Себе в ущерб на 700 миллионов долларов. А нам выкручивают руки мало. В конце прошлого года находим развязку спора. Нам предлагают бюджетную компенсацию. Но сами же отменяют ее. С формулировкой чиновники просчитались. Бюджету и Газпрому неудобно. Это ведь даже не домино или кости. Форменное издевательство. У нас есть договоренность. У нас есть практика. У нас есть жизнь. Более того, наши отношения союзные по нефти и газу, по цене, мы заложили и в Евразессовские. Но это договоренность. И ее надо выполнять. Более того, упала нефть, упал газ. Но наполовину упали и наши доходы от реального сектора экономики, продуктов питания, тракторов, автомобилей, которые мы в Россию продаем. Все уже понизилось. Договориться пока не смогли. И уже началась какая-то канитель. Вчера соглашаются. Ладно, давайте по-старому работать. Нам это проще, легче. Через сутки нет. Это не подходит тому, что начальники якобы не согласились. Вот идет эта тягомотина. Это нормально. Мы можем больше потерять. И за полмиллиарда при нашем ВВП в 75 миллиардов долларов по паритету 100. Что такое 500 миллионов? Это ничто. Это приведет к эскалации по многим направлениям. Что вот вроде бы так оно и получается. Уже до границ дошли. Ну, даже российских экспертов удивляет мелочность претензий к Беларуси, абсурдность развязывания полномасштабной торговой войны с ближайшим союзником за 500 миллионов долларов. Да, для Беларуси это может быть существенно. А для России? Для сравнения, столько, по данным Банка России, в 2015 выводилось из страны в офшоры за три дня. Повторюсь, не за неделю, не за год, а за три дня. За год вывели свыше 53 миллиардов долларов. Ну, где логика? Где государственный подход? Где союзные договоры или хотя бы элементарная порядочность? Слушайте, мы за последние пять лет, я не беру больше, в результате неправильной экономической политики потеряли сотни миллиардов долларов. И мы за полмиллиарда долларов устраиваем вселенскую катастрофу, уничтожая своего главного союзника. Какая у нас может быть тогда, какой тип союза или даже элементарного сотрудничества с любой другой страной, если у нас в Беларуси такая политика? Давайте вместе торговать, производя совместные кооперативные вещи. Не играя в эти все слияния, поглощения, где опять желание рейдерски что-то забрать, захапать, сожрать, наварить денег, куда-нибудь опять их отправить. Не в Россию, не вложить, не в Россию, а опять куда-то за рубеж искать, вот Лукашенко какой плохой, не хочет отдавать очередной актив. Давайте вместе активы объедим, чтобы создать новую прибыль, новую добавленную стоимость. И в этом плане вот ситуация предельная. Я считаю, что все-таки очень важно отношение президентов, и все-таки мы уйдем из этой крайне опасной ситуации. Увы, логика отжать у союзника ради сиюминутной выгоды по традиции идет дальше газа, в нефтяные трубы. В нарушение всех соглашений нам сокращают поставки, лишая возможности переработать, продать и рассчитаться за газ. Ну зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают. Они думают, что никуда не денутся. У нас есть межгосударственные договоры. Мы ни одного этого договора не нарушили. Россия пинает их, хвост и врыву эти договоры. По нефти. Договорились 24 миллиона тонн ежегодно поставлять. До 18 сократили, потом до 16 вроде бы хотят. А вообще говорят, 12 будем поставлять. Но вы же подписали. Вот ваша подпись. Независимость, порядочность. Вот это историческое наше прошлое, оно дороже, чем эта нефть. Увы, подход, куда вы денетесь. Мало того, что оскорбительный, так еще и нерациональный. Российская элита готова тратить миллиарды на мнимое величие в странах далеких, не замечая и того колоссального преимущества, что дает надежная и долгосрочная позиция белорусского союзника. Она стала как воздух, ее не замечают. Хотя дышать с полной грудью в Европе Москва без Минска, ну, вряд ли сможет. Но стоит кому-то в стране далекой лишь чихнуть о дружбе с Россией, как туда на ветер пускают десятки миллиардов, удивляясь потом каждому очередному предательству. А ведь воздух у нас один на двоих. Российская Федерация, будучи очень богатой страной с точки зрения ресурсов, которые можно продавать, и, как мы теперь знаем, очень богато на разбазаривание этих ресурсов или их расхищение, имела возможность за эти годы простить безвозвратно десятки миллиардов, говорят, что сумма достигает больше ста миллиардов, различным странам, которые не входят ни в союзное государство, естественно, не входят ни в СНГ, не входят ни в Российский экономический совет, не входят в АДКБ, а Белоруссия, это единственный полноценный и военный, и политический, и таможенный союзник Российской Федерации, таких преференций до сих пор не получала. Ну, почему же не сделать такого же точно в отношении своего ближайшего союзника именно с точки зрения военно-политической, в складывающей сегодня очень непростой геополитической ситуации. Вот это, на мой взгляд, наиболее важный фактор, который, наверное, надо в дипломатическом поле, белорусскому руководству и рассматривать. И аргумент, на мой взгляд, здесь, в общем, неубиенный. Вопрос. Если интеграция на равной и уважительной основе России неинтересна и не по карману, то зачем было вовлекать Беларусь в новый амбициозный Евразийский экономический союз? Зачем готовить договоры и кодексы, которые не исполняются? Это ведь не просто бумага и союзные чиновники в кабинетах. Это имидж, позиция в международной политике и привлекательность для иных партнеров. Мы рассчитывали, что этот союз и эта аксиома будет основан на равноправии. Будут созданы равные условия. Это главное. Без этого не бывает союз. И вот за это время, из-за неравных цен, неравных условий, Беларусь потеряла только из-за вот этого ценового фактора 15 миллиардов долларов. Они признают эту цифру. И вот они нам сейчас дали, аж сколько мы им сейчас должны, миллиардов 5 кредитов. Ну хорошо, изъять у нас 15 миллиардов через сцены, и потом нам же дать наши деньги, и то только третью часть, под вот такой процент в три раза больше, чем МВФ. Это нормально? Да, я не подписал таможенный кодекс, потому что многое не работает. Слушайте, что забор городить? Без решения этих проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу. И к другим вопросам. Потому что это жизнь нашего государства. Беларусь, возможно, категорично, но играть в высокую геополитику без гарантии преимущества в реальной земной экономике не намерено. Александр Рыгорович еще раз, на этот раз уже своими деяниями, показал, что подписывать фейковые документы, которые не працуют, подписывать имитационные погоднения, которые не працуют, подписывать все тое, что не сприяет нашей интеграции реальной и развитию, а выглядят только некие пиар-ходы перед чьими там выборами, те до, те после Беларусь не сбираются. Беларусь хочет конструктивное супрацовненство, а Беларусь хочет нормальное экономичное развитие, Беларусь демонстрирует свою открытость. Такую же открытость, какую продемонстрировал Кировник держава. В желании додавить союзника под ударом даже фундамент интеграции, открытые границы и свободное перемещение граждан. Рочерком главы ФСБ под вопросом базовые договоры союзного государства. Вводятся пограничные зоны. Так и до полновесной границы недалеко. Объяснение невнятное. Мол, Беларусь ввела безвизовый режим для иностранцев без согласований. Ну, во-первых, согласовали. Во-вторых, учли все вопросы безопасности. Пять дней, аэропорт, общие базы данных. В-третьих, и это самое важное, российские пограничные зоны появились раньше нашего безвиза. И это не ответ, а политический жест. В цепочке газо-нефтяных противоречий, согласитесь, похож на недружественные. Это что, Россия начала проводить делимитацию, демаркацию границы? Так это переговорный процесс. Понимаете, это же может вылиться в серьезный конфликт. Но я могу сказать твердо. Мы ни в коем случае не пойдем на поводу россиян. И россияне могут быть уверены, что они как приезжали в Беларусь, так они и будут приезжать. Это я твердо гарантирую. Они, может, и хотели бы, чтобы мы приняли ответное действие. И этим самым как-то наших братьев, русских, россиян ограничивали в передвижении на этой границе. Но мы никогда на это не пойдем. Они нам не враги. Они нам не противники. Это наши братья. Это наши россияне. Как ездили сюда, так они будут сюда и ездить. Сегодня российская сторона уверяет, решение границы белорусы в россияне не коснется. Цель сугубо защиты от врагов и террористов. Но почему Беларусь? Это ведь самое спокойное направление. И почему сейчас? Мы ведь границы не закрывали, даже когда в России война шла. Наконец, почему тайно и внезапно? Мы ведь свое решение полтора года абсолютно открыто готовили. Ответов нет даже у российских экспертов. Есть лишь надежда, что азы интеграции не пострадают. На дорогах не вырастут пограничные посты и заставы. И поезда Москва-Минск по ночам для проверки паспортов тормозить не станут. Есть много желающих поссорить Россию и Белоруссию. Мы здесь сталкиваемся с желающими поссорить нас со всеми. Я думаю, вы в Белоруссии сталкиваетесь с желающими поссорить Белоруссию со всеми. И эти люди, естественно, оживляются, как только возникает какая-то техническая нестыковка. Ну, слушайте, Белоруссия разрешила безвизовый въезд на пять дней для граждан 80 стран мира. Не самых страшных стран, на самом деле. Скажу по секрету, что Россия имеет въезд безвизовый для 30 стран мира, у которых в Белоруссии есть визы. Это не есть проблема для Белоруссии. При этом, я надеюсь, что мы состыкуем еще и наши базы данных по тем, кому нельзя быть на территории. Они состыкованы в части тех, кто считается экстремистами, преступниками и так далее. В части мелких жуликов они не состыкованы. Ищите Данкверта. Уже полтора десятилетия любая тяжба по газу и нефти не обходится без кислинки, то в белорусском молоке, то в мясе, но только для одного потребителя Россельхознадзора. Упорство, с которым ведомство встревает в газовые споры и выискивает поводы обогатить своих монополистов и олигархов, сетевиков, в ущерб нашим производителям и российским потребителям, ну правда, достойно лучшего применения. Но, увы, традиция. Вот и сегодня демонстративно закрыли рынок для говядины из Минской области. Ну как после этого доверять договорам и верить в порядочность? Словом, ищите Данкверта. Причем буквально это поручение президента силовикам. Разного рода Данкверты и прочее нам надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич, и возбудить уголовное дело за нанесение ущерба государству. Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Все эти Данкверты – люди заинтересованные. У каждого огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или крышуют, или где-то работают, или собственниками. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры. Интересно, что претензии к ветеринарам, включая главного, множатся и в самой России. На них жалуются Владимиру Путину во время прямых линий фермеры. Их арестовывают за взятки, крышевание и коррупцию. Свежие случаи во Владивостоке. Журналистам не дают покоя фирмы, якобы связанной с семьей главы Россельхознадзора, которые случайно или нет связаны с сельским хозяйством. Да и качество того, что порой выдают за еду в российских магазинах, запрещая белорусское, вызывает стойкое желание призвать к ответу и производителей, и контролеров. Я бы с удовольствием подал на Роспотребнадзор в суд, желательно в белорусский, просто имея практику общения с российскими судами, за то, что у нас очень часто продают в магазинах под видом еды. Если вы обратите внимание, белорусская еда, белорусские товары, белорусские магазинчики, ну, очень сильно распространились за последние годы. Не только потому, что границу сняли, еще и потому, что когда вы покупаете что-то белорусское, вы понимаете, что вы покупаете качественно, и примерно понятно, что это произведено. А российская продукция, ну, известная там тема пальмового масла, технического пальмового масла, не продовольственного, технического, и многих других замечательных вещей. Нынешнее обострение в отношениях, безусловно, разрешится. Все эпизоды опасны, но не критичны для союзных отношений. Тем более Беларусь, как и прежде, сделает все возможное, чтобы бремя безответственных решений не легло на плечи граждан союзного государства. Мы не Украина, мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся. Мы свято бережем нашу договоренность об обороне вот нашего пространства, как я всегда, нашего отечества, Белоруссии и России. Это наше общее. И я бы хотел, чтобы вот этот конфликт наверху ни в коем случае не опустился донизу. Поэтому я вас очень прошу, никогда не обижайте россиян. Они к нам приезжают, они отдыхают, они не бесплатно это делают. Это наши люди. Президенты Лукашенко, Путины приходят и уходят, а народы остаются. Это главное. Рано или поздно, мы все равно договоримся. Сразу после большого разговора самые значимые темы журналисты обсудили с экспертами. Российский политолог Кирилл Коктыш во время диалога высказал мнение, что Беларусь может стать индустриальным мотором Евразийского экономического союза. Об этом, а еще о некоторых острых углах в белорусско-российских отношениях с политологом побеседовала Ксения Рапчинская. Кирилл Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, появился фейк о выходе Беларуси из УДКБ и ЕАЭС? И кому это может быть выгодно? Нет, ну, выгодополучателей может быть достаточно много. Понятно, что ситуация, когда интеграционные объединения могут быть поставлены под вопрос из-за случайного, скажем так, или непродуманного решения того либо иного генерала, конечно, это неправильная ситуация. С другой стороны, это означает, что нужно укреплять эти союзы, и делать так, чтобы они существовали не только в режиме, скажем так, бумажных тигров, и не только тогда, как об этом договариваются первые люди, а существовали бы в режиме постоянно работающего механизма. Для этого, конечно, нужно расширять пространство белорусско-российского диалога. Когда возникают новые проекты, ведь сегодня, к великому сожалению, коммуникация Беларуси и России сведена к очень узкому количеству тем. Это энергетическая тема, да, это пищевое производство, да, безопасность. Но самая главная, наверное, животрепещущая тема, чем Беларусь может похвастаться, что она сохраняла, это ее индустриальный потенциал, это рабочий класс, инженерный класс в качестве массового класса. То есть это ровно то, что может сейчас срабатывать, ровно то, что нужно для Евразийского союза, который превращается, ну, волей судьбы и волей, в первую очередь, Запада, в протекционистский закрытый союз. То есть фактически ведь можно мечтать о таком рынке, где есть ты и где никого другого нет. Так вот, этот рынок на сегодня освободился, испытывает дефицит примерно 100-120 миллиардов долларов, примерно такие потери товарооборота между Евросоюзом и Россией. Это промышленные потери, это промышленная продукция. И в этом плане ситуация, когда возможности роста и возможности экономического развития в рамках Евразийского союза оказываются упущены. Конечно, ситуация неправильная, об этом нужно говорить не только в Беларуси, об этом в Беларуси нужно говорить в России. И когда возникает вот такой расширенный, заинтересованный диалог, который основан не только на том, что Беларуси нужно, но и то, что России нужно. Потому что без белорусского промышленного потенциала, без этих возможностей, Россия, конечно, справится, но это будет дольше лет на какое-то количество лет, и это будет дороже. Вот эта ситуация с границей, да, тоже много говорили во время большого диалога. Как вы считаете, может ли это говорить о развале союзного государства? Нет, конечно, ситуация с границей, конечно, там ничего вообще страшного не происходит. То есть речь идет о символической потере, потому что пограничный контроль ФСБ существует последние полтора года. И это распоряжение Бортникова, по сути, наверное, означает, что, наверное, там еще поставят и вагончики, в которых, соответственно, будут жить те пограничники, которые производят досмотр. Несмотря на то, что действие символическое, оно неприятное, оно неправильное. Конечно, оно не ставит под угрозу де-факто все те объединения, которые есть, но является таким неприятным осадком, конечно, который должен как-то, во-первых, проговариваться с тем, чтобы он оказался временным, обусловленным какими-то причинами и непременно отменяемым. А какие это причины, на ваш взгляд? Ответ на визовый режим, безвизовый в Беларуси? Нет, нет, нет. Конечно, это не ответ на безвизовый режим, просто потому что распоряжение введения пограничного контроля появилось, по крайней мере, за три недели до решения о безвизовом режиме. Почему в Беларуси вот такое отношение к главе Россельхознадзора? Начиная еще с времен Онищенко ситуация, когда ситуация с пищевыми продуктами и поставками оказалась очень сильно политизированной. И понятно, что эта политизация настолько линейно коррелирует с переговорами по остальным темам, что, наверное, не возникает сомнений в том, что все-таки это политический рычаг, а не содержательный. Это не очень хорошо в том плане, что оно не прибавляет популярности ведомства, не прибавляет убедительности и, более того, роняет рейтинг само ведомства по той простой причине, что если то, что ты говоришь, продиктовано конъюнктурой, но не реальностью, это не делает чести, наверное, ни чиновнику, ни тому министерству, которое он представляет. Поэтому раздражение Минска понятно, потому что проверки осуществлялись многократно, инспекция проходила, в общем, наверное, по всем предприятиям, замечания, как правило, устранялись, если они не возникали. И, кроме всего прочего, белорусская продукция в России все-таки относится к продукции со знаком качества и в качестве таковой россиянами и воспринимается. Спасибо вам большое.